У российской армии скоро закончится вся техника. Такие заголовки можно было увидеть на неделе. Все из-за статьи Economist, в которой аналитики подсчитали, как скоро российская армия исчерпает все запасы старых танков, БМП и артиллерии. Сегодня я предлагаю посмотреть на эту тему чуть внимательнее и разобраться, действительно ли танков хватит до конца 2025 года или все не так просто. Подумаем, как ситуация с поставками на фронт повлияет на боевые действия, поможет ли это Украине и ждать ли вообще скорого окончания войны. С вами Ян Матвеев, поехали. Статья Economist, которая наделала много шума, посвящена основным типам бронетехники, танкам и БМП, как базе современного поля боя. Действительно, танки и разные типы бронемашин, БМП, БТР, а вместе с ними и мрапы с броневиками, остро необходимы. Авторы статьи приходят к выводу, что довольно скоро российский ВПК больше не сможет выпускать столько танков и БМП, как сейчас, потому что они не производятся с нуля, а восстанавливаются из старых машин, произведенных еще в советское время. И вот, по мнению Economist, эти советские склады в ближайшие полтора года опустеют. Следовательно, российской армии придется менять тактику на поле боя. Начнем с танков. Основные типы это Т-72, Т-80, Т-90. Все они сейчас производятся, Т-90М полностью с нуля, а Т-80 и Т-72 восстанавливаются из корпусов, которые снимают с хранения. Им ставят новый двигатель, орудия, добавляют внешний обвес из динамической защиты и мангалы. Но темпов реконсервации Т-72 и Т-80 в 2022 году было недостаточно, чтобы быстро покрывать все потери российской армии. Поэтому со складов потянули и более старые машины, Т-62 и даже Т-54-55. Их орудия и движки ремонтируются, потому что производство давно закончилось. Тем не менее, это до сих пор позволяет отправлять на фронт значительное число подобных машин 50-70-летнего возраста. Есть целая команда аналитиков, вот их ники на экране сейчас, которые ведут подсчет снятый с хранения российской техникой. Они сделали таблицу по типам танков, а я немножко упростил ее для вас. Всего российский ВПК снял с хранения 2599 танков из 6256. Причем сначала снимались самые подходящие для ремонта модели в наилучшем состоянии. Например, танков Т-72 модификации Б на складах сейчас осталось лишь 47% и большая часть — полный хлам, стоящий под открытым небом. А вот Т-72 модификации А гораздо больше, их почти не снимали. Я подозреваю, что из-за более старого двигателя В-46-6. К тому же, пока Т-72А Урал, незачем было снимать с хранения, ведь оставались Т-72Б, у него и защита получше. То есть Ашки — это такой резерв, и он сейчас в районе тысячи машин. Т-80. Сняты с хранения почти все. Скорее всего, они закончатся первыми, на складах остались лишь самые неисправные машины. Еще один резерв российского ВПК — танки Т-54 и Т-62, которых вообще огромное количество, больше тысячи штук. Получается почти 2500 машин, и многие из них можно восстановить. Т-62 вообще осталось вдвое больше, чем было снято с хранения до сих пор. Успеют ли это потратить за ближайшие полтора года, как о том пишет Economist, не уверен. Ведь сверху еще идет производство Т-90М. Аналитики оценивают его от 30 до 90 машин в год. Я скорее склоняюсь к верхней оценке. При этом Т-90М очень живучая машина, да и используют ее осторожнее. Аналитик Хаймарст считает, что Россия будет все больше полагаться именно на Т-62 и Т-90. Старые машины пойдут вперед с мангалами-сараями, а новые за ними. Я думаю, что чем быстрее начнут исклащаться склады, тем больше российская армия начнет танки попросту экономить. Что же касается бронемашин, то здесь ситуация с одной стороны гораздо хуже, с другой приятнее для российской армии. С хранения были сняты почти все БМП-2 и МТЛБ, главные рабочие лошадки на фронте. Одновременно с этим потери именно этих машин постепенно снижаются за последнее время. Они просто начинают заканчиваться. Многие свежие БТРы также уже сняты с хранения. Однако и БМП-1, и старых БТРов довольно много, больше 5000 штук. Это я вам привожу все те же данные аналитиков. Но надолго ли этого хватит? Учитывая слабую ремонтопригодность старых машин, вряд ли больше, чем на год-полтора. Возможно, БМП-1 подвергнут глубокой модернизации, тот же комплекс «Бережок» поставят. Но это гораздо сложнее и дороже. Массовыми такие переделки не будут. Кажется, все довольно плохо для российской армии в плане БМП. Да, вот только есть еще и производство БМП-3. Курганмашзавод регулярно отчитывается и показывает кадры новых партий самой актуальной машины пехоты. Я уже делал подробный анализ, и по моей оценке, каждый год производят в районе 350 БМП-3. Да, у нее довольно плохое основное орудие, но есть все та же 30-ка БМП-2. Да, плохой выход из десантного отделения, и в целом машина не очень подходит для поля боя, но она производится. Хотя, конечно, 350 штук это сильно меньше, чем теряется за год. В среднем это 1730 штук на все российские БМП. Теперь стоит перейти к артиллерии. И вот тут интересно. Основные потери российские пушки наносят сами себе. И нет, дело не во френдли-файере, а в банальном износе стволов. Для примера. Орудия М100Б потеряно 152 штуки, а до войны было 350 штук. Д-20 потеряно 36, а всего в распоряжении России было 800. Гиацинтов потеряно 48 штук, а на складах было 550. С гиацинтами вообще отдельная история, давайте расскажу немножко. Дело в том, что для этой гаубицы калибра 152 мм выпустили снаряды отдельной спецификации. Снаряды от Мсты использовать нельзя. Поэтому сейчас потери гиацинтов на фронте снизились до минимума. Их почти не применяют, просто нечем стрелять. Остальные же орудия старого образца используются как одноразовые. Аналитики отмечают, что многие пушки, стоящие на складах, каннибализируются. С них снимают стволы, чтобы установить взамен изношенных. То же самое происходит и с самоходками. Гвоздика, акация, гиацинт, пион. Их сотни на складах, больше всего гвоздик и акации, кстати. Но восстановить их все попросту невозможно. Они либо непригодны, либо уже без стволов. В отношении классической артиллерии можно ждать довольно серьезного регресса постепенного. Разве что запас по 122 калибру крайне велик. Его будут использовать еще долго. Новые орудия, конечно, делают. Вот недавно две или три колесных Мальвы отправили на фронт. Одна попала под Хаймерс, другая под удар дрона. Ростех время от времени пишет о поставках очередной партии САОМ-100С. Но, во-первых, партия у них это две машины, судя по всему. А во-вторых, происходит это так редко, что построить серьезный анализ попросту невозможно. Я предполагаю масштабы производства в 10-12 САОМ-100С в год. Может быть, это несколько заниженная оценка, но все же вот такая. Однако, тут решает накопленный запас почти 600 гаубиц, а потеряны только 255 штук. Блядь, все по башне, да, блядь? Да, все сверху, блядь. Все сверху, сука. Вон сзади сними, он вся обшивка вон висит. Пиздец, блядь. Считай, ну да. Считай, 9 сбросов, блядь, тут. Ротых, 9, ты чего? Подводя итог по ствольной артиллерии, я бы прогнозировал еще довольно длительный срок использования САО и гаубиц калибра 122 мм и постепенное снижение орудий калибра 152 мм. Уже сейчас Минобороны гордо отчитываются о массовом применении гаубицы М46 калибра 130 мм, для которой закупили партии снарядов из Ирана и КНДР. Что касается РСЗО, то аналитики отмечают серьезное падение запасов БМ-21 град и БМ-27 ураган. И мы помним, как со складов вывозили те же грады даже на шасси ЗИЛА-131. Сейчас, благодаря серьезным поставкам ракет калибра 122 мм из Северной Кореи, грады обрели новую жизнь, однако их уже довольно мало, как и других РСЗО. Они очень сильно проигрывают по дистанции атаки и уничтожаются в ходе контрбатарейной борьбы, применяются на фронте довольно ограниченно. Я мало что могу сказать о производстве, писали о его кратном увеличении, речь про Торнадо Г, это новый град, и Торнадо С, это РСЗО калибра 300 мм. Вот на этом фото 4 машины Торнадо Г как минимум, называют это партией. Предположу, темпы производства в несколько десятков за год. Математика производства сейчас состоит из двух частей, восстановленной и новой техники. Производство новых машин будет держаться примерно на одном уровне, потенциально с минимальным ростом. А вот производство восстановленных танков, БМП и артиллерии падает и будет падать дальше. Пропорционально упадет и количество техники, поставляемой на фронт. Теоретически останутся только новые машины, в конце концов, как раз к концу 2025 года, как считают аналитики Economist. Возможно, чуть позже. Для российской армии это означает одно. Либо она сократит свои потери так, чтобы покрывать их новыми поставками, либо столкнется с дефицитом техники. Чтобы избежать второго сценария, они экономят уже сейчас. Например, за весь июнь в потере российской армии аналитики добавили только 4 танка Т-90М. А произвести их могли около 10 за тот же период. Общее число известных потерь этих машин 100 штук за 2,5 года войны. При возможных темпах производства в районе 200-250 штук за тот же период. Примерно такую же картину вы увидите и по БМП-3. Доля их потерь в последнее время растет, но все еще сильно уступает БМП-2. Российская армия пытается экономить новую технику и применяет ее массово только в случае самых масштабных ударов. А солдаты используют весь тот разнообразный хлам, который им присылают танкоремонтные заводы. Т-54, Т-62 используются как танки-сараи. Для артиллерийской поддержки сойдут и гаубицы М46 из 50-х, да еще и с боеприпасами из Рана и КНДР. А ведь есть гаубица Д-1 времен Великой Отечественной и Д-30 из 60-х тоже. Близко к передовой вы почти не встретите Мсту-С. Ну, хотя тоже бывает, но гораздо чаще Акацию и прочие гвоздики с гиацинтами. Солдаты на месте также используют все, до чего дотягиваются руки механиков. Вот, например, башня от БМП-1, превращенная в гаубицу со своим орудием-плевалкой 2А28. Я уж не говорю о знаменитых САУ с орудиями Рапира и С-60 на МТЛБ. Конечно, вы скажете, что ведь это все равно пушка. Она стреляет, она убивает, ну, безусловно. Однако я все равно скажу, что это хлам, который снижает общую эффективность. Ведь оценивая то или иное оружие, нужно сравнивать с лучшими образцами. Если по штату артиллеристам положено МСТА-Б, а они используют более старый гиацинт-Б, значит уже теряют в эффективности. Убить человека так и камнем можно, но это ж не значит, что армия, вооруженная камнями, по-настоящему опасна. Старые танки и артиллерия — это повышенный шанс отказа и поломки. Ниже стойкость, хуже кучность, дальность огня, выше расход боеприпасов. Если ваш артиллерист мастерит себе орудие из подручных трупп и профилей, значит вы теряете его как специалиста. Гораздо более опасного вместе с топовой гаубицей. Выстрел! А на, сука, еще, блядь. Как думаете, от хорошей жизни российские штурмовики едут в атаку на мотоциклах или китайских багги Desert Cross? Думаете, они не пробовали на танках БМП, МТЛБ? Так пробовали, так пробовали, что 17 тысяч единиц техники потеряли и теряют до сих пор. Вот недавние кадры из-под Новомихайловки. Российских танковых колонн на фронте все меньше, не только из-за дронов, которые разносят их с воздуха, но и потому, что техники меньше, а новенькую стараются беречь. Зачастую посылая солдат в мясные штурмы вообще без всего, просто пешком. До ЛБС можно и на буханке доехать, а дальше пешком в посадку. Солдат можно набрать больше, чем техники, думают генералы. Еще наберем. Ну, они ошибаются, конечно, но об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. Так что же случится, когда российский ВПК больше не сможет восстанавливать технику в больших количествах? Они попытаются оттянуть этот момент. Купить где-то еще старых танков и БМП. Например, в Казахстане, если Такаев рискнет продать. Будут постепенно ремонтировать уже совсем полный хлам. Ну и увеличивать производство. Часть рабочих, цехов освободится. Начнут делать чуть больше новых танков. Ну, вряд ли радикально больше. Поэтому их будут экономить. Как и сейчас. Произойдет примерно то же самое, что и с крылатыми ракетами. Основное время на фронте будут появляться единичные Т-90М, БМП-3. А в какой-то момент, в момент масштабной атаки, они пойдут вперед более-менее массово. Все равно сотню танков на поле отправлять бессмысленно. Даже 20-30 штук в запасе уже достаточно. И то, если есть хороший рэп. А рабочей лошадкой российских солдат также станет Т-62. Примерно на год-полтора, пока все эти машины не будут уничтожены или не сломаются просто-напросто. Чтобы понять, как будет действовать армия России в будущем, надо посмотреть на армию Украины сейчас. У них ведь ровно та же проблема, только гораздо острее. Советские танки и БМП закончились или вот-вот кончатся. А современные БМП, Брэдли, танки Реопард-2 и Абрамсы, поставляются в год по чайной ложке. За прошлый год ВСУ получили примерно столько же танков НАТО, сколько и Россия Т-90М. Если ситуация с поставками не изменится, стороны просто придут к паритету. С артиллерией все сложнее. Ее много, но почти вся она через полтора года выйдет из строя. Износятся стволы, а взять новые будет неоткуда. Не нужно даже уничтожать все эти М-46, гиацинты, М-20. Они кончатся сами собой. Ну вот, посмотрите, это гаубица Д-30, которая разорвала ствол. Конкретно это украинская, но проблема общая. Такие орудия массово применяются в российской армии. Постепенно все старые орудия станут непригодными для стрельбы. Останутся только новенькие мсты, которых крайне мало. Вот тут российскую армию может ждать совершенно незнакомый для нее кризис, когда снарядов окажется даже больше, чем гаубиц на передовой. Сейчас у них есть грозное оружие. Авиабомбы ФАПСУ МПК. Они частично покрывают задачи артиллерии. Российский ВПК наладил их массовое производство. Точно так же будут расти и производство беспилотников. Шахеды уже клепают по 200, а то и 400 штук в месяц. Скорее всего, смогут сделать то же самое и с FPV-дронами. Этой зимой и весной ВСУ показали, как даже в условиях дичайшего дефицита можно обороняться одними только беспилотниками. Ну, конечно же, российская армия хочет так же. Исходя из всей этой картины, складывается довольно понятная тактика борьбы с российскими войсками. ВСУ могут попытаться перехватить инициативу в небе и отогнать Су-34 с авиабомбами. Получив значительно большее количество танков и БМП, американских, конечно, украинские части могут прорывать фронт и заставить российские войска сражаться в динамичной обстановке, когда дефицит бронетехники станет критичным. Имея большое количество артиллерии и дальнобойных беспилотников, ВСУ могли бы навязать невыгодную контрбатарейную борьбу малочисленным гаубицам России, чтобы затем спокойно взять под огневой контроль всю прифронтовую полосу. По дронам ВСУ превосходит российскую армию и это преимущество им важно сохранить. Станет ли слабее армия России, когда через полтора года у нее будет гораздо меньше восстановленной советской техники? Ну, конечно, станет. Но чтобы воспользоваться этой слабостью, ВСУ нужно стать заметно сильнее. В основном благодаря поставкам западного оружия. А иначе даже относительно слабого российского производства окажется достаточно для борьбы как минимум на равных. В конце концов, в ВСУ нет никакого смысла ждать истощения путинской армии. Ведь у Путина есть деньги, а они решают очень многое. Технику можно найти по миру, можно даже построить еще завод другой по производству чего-то бронированного. Да, это сложно, долго, дорого. Но ведь и мы говорим о перспективе нескольких лет. Только масштабные поставки западного оружия позволят Украине победить. Война на истощение в пользу Путина. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях. Обязательно заодно можете предложить тему для следующих роликов. Я стараюсь все читать, отвечать по возможности. С вами был Ян Матвеев. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал и поддерживайте меня на Патреоне. Всем спасибо, удачи!